Мира и добра вам, мои дорогие! Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Оксана. И сегодня я хочу выполнить две посадки трем орхидеям. Одна из этих посадок будет групповая. Я подобные посадки делала. И, конечно же, прокомментирую свой опыт на этот счет. И наряду с групповой сделаю обычную стандартную посадку вот этой вот орхидеечки. Ссылки на первоначальное видео о том, как я доставала эти орхидеи из посадок предыдущих, я вам обязательно тоже оставлю. Ну а сейчас я предлагаю все-таки приступить к посадке. Пока есть цвет. Начну с этой парочки. Это монтерей. Здесь у меня орхидеи. Одна из них бабочка, которая с цветоносом. Где-то, наверное, около недели орхидейки у меня побыли в открытой системе. Кое-что действительно подсушилось. Но в целом корневая система была достаточно неплохая. Орхидеечки обе в активном росте. Но корни еще не проснулись. Поэтому я спешу их перевести как можно быстрее уже в родную посадку. Для того, чтобы корни просыпались именно там. Немножечко вот такие подсохшие кончики я подрезаю. Но в принципе здесь все довольно-таки неплохо. я хотела у этой орхидеечки наверное снять листочек чтобы запустить корни в горшок. Или может быть и не стоит. Не знаю. Они все равно видите растут достаточно высоко. Поэтому может быть наверное все-таки буду пробовать запускать их в посадку как есть. Корни я периодически в открытой системе опрыскиваю. Единственное, что хотелось бы мне расклеить вот эти вот склеечки. Потому что в горшке обязательно эта история одной из первых начнет подгнивать. Потому что воздух в таких местах очень плохо циркулирует. И как правило приводит к проблемам. Поэтому корни нужно распустить и расправить. И все склеечки вот еще одна склеечка. Все это нужно чтобы оно было в свободном полете. Вот еще и корешулечка. Вот. Та кора которая остается на корнях конечно же она там и останется. Ну в принципе я думаю что с этой орхидеечкой все готово. Теперь возьмем сейчас бабочку. Вот на бабочке я точно хочу снять несколько листочков. Наверное еще и этот и этот ну наверное достаточно. Теперь подзачистим корешки которые подсохли. Они здесь тоже есть и склеечки есть корней которые можно было расправить. с этой орхидеечкой тоже уже все она вполне может идти в посадку. Что касательно горшка я выбрала вот такой объем здесь наверное 2,5-3 литра вот такой уровень керамзита плоское дно и сейчас будем с вами размещать орхидейки. Это 2 орхидеи мультифлоры одного сорта поэтому я в принципе не слишком рискую выполняя посадку в один горшок но если сажать орхидеи размера стандарт у меня была посадка двойная с орхидеей азиан коралл так вот я через год их рассадила потому что это настолько мощная орхидея и я выбрала трехлитровый горшок и все равно они очень быстро заполнили тот объем эти орхидеечки все-таки поменьше и поэтому я надеюсь что я не рискую тем что они быстро объема внутри много на самом деле пустоты много но и корней достаточное количество вот так они у меня будут нужно конечно постараться чтобы два ствола были как можно дальше друг от друга для того чтобы была хорошая аэрация возле шейки чтобы не было риска всяческих бактериальных и грибковых заболеваний чем больше между ними простора тем легче будет циркулировать воздух в этих целях я использовать буду вот такую вот крупную кору и кроме коры у меня вот только дренажный слой заправляю все корешулечки в горшок и потихонечку буду засыпать с этой посадкой я закончила на мой взгляд она очень простая очень легкая но есть несколько правил в выполнении таких парных или непарных групповых посадок первое конечно вы должны понимать что это орхидеи должны быть плюс-минус одного возраста одного состояния сложно будет уживаться двум орхидеям в горшке если одна из них взрослая орхидея вторая подросток в размере 1,7 в такой посадке и корневая система будет несоответствующая и орхидея которая взрослее она конечно может в горшке подростка подавить поэтому 2 орхидеи 3 орхидеи какой бы вы горшок не выбрали кстати у меня будет еще вариант посадки двух орхидеи черри бомбс я на них обязательно оставлю ссылку на обзор я буду их выполнять тоже в парную посадку но немножко в другой горшок и напомню горшок мы подбираем всегда по размеру корневой что касательно коры крупная кора потому что объем большой в горшке и мне нужно обеспечить хорошую аэрацию внутри чтобы ничего не подгнивало и корни своевременно просыхали корень нормально переносит мокрое состояние не более двух недель если еще лето и жарко ну три недели но все равно он должен обязательно высыхать орхидея не кувшинка и все равно ей периодические просушки очень нужны теперь будем сажать другую вот эта красотка у нее тоже уже шикарный листочек вырос неплохая корневая система и здесь конечно нужно расщеплять мне намного больше я ее специально предварительно промочила чтобы все вот эти хитросплетения я смогла распутать и конечно же здесь гораздо большее количество листиков нужно будет снять я сейчас займусь этим и ну все достаточно а то может показаться что я слишком увлеклась так чешуйки я доснимаю и вот так вот орхидейка выглядит замечательная орхидея это сорт фуллерс я очень люблю ее за то что она такая трудолюбивая цветет у меня регулярно и с первого раза по сорту хотела я сажать эту орхидейку в горшочек в котором она росла ну вот смотрите я ее заложила корни расправила но я понимаю что это очень тесный горшок обычно мы всегда стараемся горшок выбрать по размеру корневой системы но при этом всегда уходим в большую сторону но здесь однозначно горшок маловат поэтому я сейчас принесу что-то другое вот я орхидеечку разместила в горшочек на 2 литра и конечно здесь ей уже получше здесь больше пространства я в этой посадке еще хотела использовать вот такой вот замечательный зеленый мох так как эта орхидея росла у меня в посадке я ее вырастила с подросткой у меня был в посадке с ней мох сфагнум тот в котором она еще росла от садовника и поэтому я думаю что в этой посадке таким вот интересным способом я попробую добавить влагоемкости этой посадки за счет этого живого мха орхидея уже росла с этим мхом и в принципе очень неплохо выросла так вот я думаю так а кору конечно же я буду использовать все тоже так у нас вот-вот с минуты на минуту должны выключить свет поэтому я ускоряюсь что касательно ухода поливать я буду эти орхидеечки завтра так как я снимала листья кое-что зачищала но полить нужно обязательно потому что посадки сухие а сейчас жарко и корни были практически сухие можно так сказать и кора у меня хоть и предварительно была пару-тройку недель назад замочена уже просохла поэтому я думаю что возможно мы с вами завтра обязательно сделаем еще одну посадку и сделаем вместе полив этим красавицам ну а на сегодня я думаю пора байникать этим девочкам время сейчас уже позднее а я вам очень благодарна за то что вы досмотрели до конца за ваши подписки за ваши лайки за то что вы есть в моей жизни и за то что интересуетесь орхидеями всего вам самого-самого доброго берегите себя и если вам интересны темы о которых рассказываю я оставайтесь со мной а на сегодня до свидания